Внеплановые проверки продолжаются. Следом за коллегами в поля отправился Николай Янаки. Вице-премьер крымского правительства посетил объекты в Белогорском районе, реконструкция которых ведется за бюджетные деньги. О существующих проблемах и их решении смотрите в нашем сюжете. Качественно и в срок. Вот главные требования крымского правительства ко всем подрядчикам. Деньги выделены, работы на объектах идут. Но не везде темпы выполнения устроили вице-премьера. Если взять бумагу, очень красиво написано, что 20 или 12 декабря вы сдаёте полностью объект под ключ. Объект – это реконструкция водовода Баланова-Зуя, реконструкция водовода Баланова-Вишнёва и реконструкция водовода Баланова-Крымская роза. Работы ведутся не первый день. Многое уже было сделано, но ещё больше сделать предстоит, чтобы жители окрестных посёлков были обеспечены водой. Реконструкция ждёт и саму насосную станцию. Тут большая часть оборудования, да и почти все трубы остались ещё с советских времён. Замена должна произойти уже скоро, но задача усложняется из-за отсутствия электроэнергии. Пока Крым был украинским, станция пустовала и линию электропередач просто украли. Правда, решение есть. Новенький генератор, который в скором времени запустят. А вот так сейчас выглядит один из строящихся водоводов. Из более чем трёх с половиной километров проложили почти два. Подрядчики говорят, успели бы больше, но есть определённые проблемы. Возникают небольшие сложности с поставками материалов, ввиду того, что переправа работает. Мы работаем только с материком и работаем только с проверенными российскими компаниями. Эта работа будет как можно быстрее активизирована. Значит, приблизительно в течение месяца я думаю, что все будут подключены. И я надеюсь, что все будут довольны. Наша главная задача – сделать жителей ближайших сёл счастливыми. Проверили, как ведутся работы по замене окон в школах сёл Цветочное и Ароматное. Самый большой минус и там, и там – закончить большую часть за время школьных каникул не получится. В Ароматном рабочих на месте не застали, но в Цветочном процесс в самом разгаре. Представитель фирмы-подрядчика даже говорит о преждевременном завершении работ. Порядка 402 квадратных метра оконных блоков нужно заменить. Это с открыванием. 88 квадратных метров – это глухие окна. И 33 квадратных метра – это дверные блоки, витражи. Входная группа и выход на улицу. Запасные выхода. По срокам мы должны завершить работы 15 декабря. Я думаю, что мы даже опередим этот срок. В общем, больших нареканий на работы, проводимые за бюджетные средства, в Белогорском районе нет. Из сроков никто не выбивается и плана не нарушает. Сегодняшняя поездка даёт основания полагать, что все эти ремонты, которые предусмотрены в рамках и 741-го распоряжения Совета Министров, а также в рамках других распорядительных документов, все объекты до середины декабря будут выполнены и изданы в соответствии с требованиями и с нормами. Срок у нас 15 декабря. Я пообещал, что через 10 дней я вновь пройду эти объекты, посмотрю ход выполнения работ. И также встретились сегодня с подрядчиками, где подрядчики заверяют, и я посмотрел, как оно на самом деле есть, что работы будут выполнены в срок. Но через 10 дней мы посетим снова эти объекты, и уже будет более детальная картина. Николай Янаки также отметил, что всем подрядчикам, которые работают в Крыму, следует очень тщательно следить за качеством выполняемых работ. Кто справится с этой работой, будет далее в 15-16 в последующих годах работать на территории республики. Кто не справится с этими работами, не обижайтесь, больше на подряды привлекаться на территорию республики Крым эти подрядчики не будут. Эдуард Здоров, Денис Тищенко. Время новостей. Белогорский район.